Едем мы сегодня в отель Риксос. Сейчас мы решили посмотреть все достопримечательности города Щучинск и идем в Дендропарк. Здесь непередаваемый просто воздух. Настолько чистый. В общем, в чем минус, скажем, того вот этого посещения Дендропарка? Здесь семья как шашлык. Вкусно? Или не сухой? Не сухой, да? Здесь действительно очень вкусно, поэтому приезжайте и заходите сюда. Я думаю, вам здесь понравится. Друзья, всем привет! И вы на канале Асель Медова. Сегодня я, моя подруга Санья, едем в курорт Боровое. Но едем мы сегодня в отель Риксос. Это единственный пятизвездочный отель в курортной зоне. Посмотрим, как все там. Покажем номер, покажем питание, что входит. Самое интересное, наш номер вышел всего лишь на 100 долларов в сутки. Это очень недорого. Это самая, наверное, бюджетная, минимальная цена за номер в Риксосе Боровое. На текущую дату, вот 12 сентября сегодня, на текущую дату, если вот сегодня прям хотите заселиться, то уже стоимость номера составляет 190 тысяч тенге, а это 500 долларов. И мы расскажем в этом выпуске, как заселиться в Риксос всего лишь за 100 долларов. Смотрите нас. Ребята, очень классный лайфхак. Если вы едете вдвоем, то выбирайте, вот получается, крайние места в Тальго, потому что они вот идут двухместные, здесь, видите, никого. То есть у вас свой, скажем так, мини-люкс. Да? Буквально несколько минут, и мы в Боровом. В общем, курорт Боровой, станция, находится непосредственно в городе Щучинск. Мы вот только приехали, вот так вот наш поезд Тальго выглядит снаружи. Вот, а это какая-то, походу, электричка. Электрички выглядят вот так примерно. Наверное, что хотелось сказать. Город Щучинск был основан в 1850 году. Здесь в основном проживали казаки. Вот, потом здесь появилась железная дорога, и вся инфраструктура начала развиваться. Если вы приезжаете общественным транспортом в Щучинск, то обязательно посетите привокзальную площадь. Вот, получается, привокзальная площадь. И на привокзальной площади есть такой вот памятник паровозу. Стоит этот памятник здесь не просто так. Он стоит из-за того, что благодаря железной дороге сам город Щучинск стал развиваться. Поэтому, как бы, для города Щучинск железная дорога и вот символ паровоз имеют весомое значение. Вот так вот выглядит еще раз привокзальная площадь, если вы приезжаете на общественном транспорте. А сейчас мы решили посмотреть все достопримечательности города Щучинск и идем в Дендропарк. До Дендропарка с вокзала идти где-то плюс-минус минут сорок. Вот, но мы не торопимся. Можем и прогуляться. Да, можем и прогуляться. Поэтому оттуда, наверное, уже вызовем такси и поедем в наш отель. По пути в Дендропарк мы решили вот зайти в Family Pizza & Sushi. Вот. И посмотреть цены. Цены примерно, как у нас. Вот пиццы по полторы тысячи, по тысячи восемьсот. Взяли брошюрку. Вот. Айт Груфанту взяли. Взяли колу. Ну, стоимость, как в любой кафешке, 250 тенге. От города Нур-Султан разницы никакой. Да? До Дендропарка нам еще идти минут 30. Здесь, кстати, есть еще вот такие вот интересные новые здания. Вот это какая-то частная компания. Вот салоны красоты. Я, как понимаю, мы уже подходим к центру города. Мы сейчас в центре города. Видите? Это технический колледж. Он выглядит примерно вот так вот. Очень симпатичное здание. Достаточно интересно. Мы находимся в самом центре города Щучин. Как вы видите, здесь находится театр. И вон там находится памятник войне и победе. Вот. Почему мы идем пешком? На текущий момент в городе в связи с карантинами и выходными, в народе называют локдаун, общественный транспорт не уходит. Поэтому мы идем пешком. А вот так вот выглядит, получается, центр города Щучинск. Вот, Санья, как твои впечатления? Отлично. Вот, отличная такая прогулочка прям получается. Очень, кстати, ухоженный город. Почему здесь особое внимание выделено участникам войны? Потому что почти 12 тысяч человек ушли на войну. Как понять в каждом городе, где находится центр? Ориентируйтесь на здание прокуратуры. Вот, что я знаю. Имейте в виду. Такое же у нас было в Кокшетау. Вот. А, еще, кстати, в центре городов, обратите внимание, есть Халыкбанг. Где Халыкбанг, там точно центр. Вот мы и пришли в Дендропарк. Здесь очень много растений и деревьев. Есть даже растения, которые занесены в Красную книгу. Очень интересное место. Стоит сюда приехать и насладиться просто очаровательной природой. Ребят, мы пришли в Дендропарк. Вот такой вот он классный. Деревья, конечно, вообще просто что-то с чем-то. Здесь непередаваемый просто воздух. Настолько чистый. Прям вообще, если честно. Я не жалею, что мы сюда шли 40 минут с вокзала. Честно, не жалею. Роскошное место. Рекомендую всем. Вообще красота неописуемая. Посмотрите, как классно. Просто какая-то такая чистая природа и ты. А это вот теплицы, да? Да. Вот здесь домик находится. Я как понимала, здесь есть человек, который следит за этой территорией. Ой, рябина. Почувствую, какой запах. Она такая мелкая. А пусть она уже покрупнее, по-моему. Какой запах. В общем, что посмотреть в Боровом. Вернее, Щучинский, да? Щучинский это как бы... Боровой, а не Щучинский. Вот Дендропарк, это, наверное, то место, которое действительно стоит посетить. Потому что здесь великолепная природа. Такие ароматы прям действительно. Чистейший воздух, вот, с цветением растений. И вот осенью сюда приехать просто великолепно. Посмотрите, какие краски вокруг. Это настолько сказочно. Просто приедьте сюда и ощутите. Это просто релакс и море впечатлений. И теперь минута песен в украинском стиле. Спрячемся от холода под шелком. Я буду красной шапочкой, ты волком. Такую вот беседку. Что-то это все сейчас напоминает какой-то... И Монтау-2. Смотри, какая тропинка. Слышите, да? Это вот просто наши шаги. И тишина. А вот вот эта вот центральная аллейка дендропарка. Мы вглубь прям не стали заходить, потому что группа какая-то вышла. И мы в этом лесу одни. Здесь вот на входе, получается, расположена карта этого объекта. Дендропарка. В общем, в чем минус, скажем, того, вот этого посещения дендропарка? Здесь действительно красиво. Парк, видите сами, достаточно большой. Просто единственное, нет нигде указателей, нет практически людей. Ну, немножечко. Ну, двум девушкам, если честно, ну, немножечко страшновато. И вот там у хозяина, как я понимаю, охранника этого леса. Вот, есть собака. Собака была недружелюбна к нам. Вот, поэтому, пожалуйста, если меня посмотрят те, получается, научный объект Казни Илха. Если вы увидите мой видеоролик для развития туризма в этой местности, пожалуйста, поставьте указатели, поставьте людей, потому что иначе, ну, как бы, самим ходить. Может, какие-то экскурсии формировать, потому что самим ходить достаточно сложно, всегда лучше приезжать с экскурсии. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, видели, мы сейчас полетали на дроне. Какая красота, поэтому всем рекомендую приезжать не только в Боровое, но и заезжайте в Щучинск. Заезжайте в Дендропарк, посмотрите на эту красоту, сделайте фотографии, особенно вот сейчас осенью. Осенняя пора прекрасна. Это новые оттенки, новые цвета. И все они здесь, в Дендропарке. Порадуйте свои глаза. Так как машина за нами приедет только в час, мы решили пообедать. Получается, нашли ресторан через Тугиз. Называется Астана-Нуры. Астана-Нуры это не просто ресторан, это еще ресторан-отель. Вот так вот выглядит входная группа. Все в таком интересненьком стиле. Думаю, здесь должно быть все вкусно. Вот, сейчас зайдем вовнутрь, посмотрим, сколько что будет стоить. Кстати, да, симпатичнее. Вот, мы зашли вовнутрь. Здравствуйте. Это меню. Ставьте на паузу, смотрите. Вот. И это уже, получается, меню напитков. Астана-Нуры. Очень симпатично. В общем, как выглядит заведение Астана-Нуры? Астана-Нуры выглядит вот так вот. Посмотрите, сколько посадочных мест. Посмотрите, интерьер какой достаточно интересный. Видите, да, вот эти вот декор-элементы такие прям. Вот, это бар. Там тоже все в таком интересном стиле. Здесь заходишь, такое чувство, что ты попадаешь в какую-то небольшую деревню. Вот. И все так классно, все уже, ну, визуально уже все приятно становится. Вот. Тут даже такой есть небольшой фонтанчик. Вот. Там такой небольшой фонтанчик есть. Смотрите, да, как классно. Вот. И здесь вот все в таком эко-эко-стиле. А там, а там уже кухня. Там уже... И вот, смотрите, какие лавочки классные. Вообще прикольно. Дизайнерам большой вообще респект. Очень интересно. Прям глаз радуется. А здесь зона мангал. Зона мангала. Вот. Даже, видите, как труба классно продумана. Очень такой европейский подход. Ну, в общем, ребят, смотрите, да. Честно, заведение я просто нашла совершенно случайно. Мы вышли с дендропарка. Хотели где-то покушать. Заведение обалденное. Вот. Посмотрим, как еда. Да, мы заказали шашлык из утки, из семки, салаты и морс. Посмотрим. А так мне все очень нравится. Салат. Это вот салат грузинский. Клюквенный морс. И получается нам приняты салат с цедрой. Ну что, ребят, хочется сказать про салаты. Салаты просто великолепные. Повару респект. Вот этот вот салат по-грузински мне очень понравился. Даже соус такой же, как и в Грузии. Ну, то есть, очень вкусно. И внешне пока нас ничего не разочаровывает. Теперь мы пробуем салат с цедрой. Я становлюсь уже этим. Ревизором. Да? Потихонечку. У меня начинает такой-то профиль канала меняться. Можешь собственную рубрику завести. Эксперт в еде, а сель медовая. Цедрой просто великолепный, ребята. Великолепный цедрой. Очень вкусный. Курочка прям прожарена. Прям шикарно. Вот прям отлично. Очень вкусно. Ребята постарались. Хорошие отзывы. Смотрите, пришла вся еда. Вот сейчас салат мы уже видели. Вот это вот наш шашлык. И нутиного фире. Ну, как? Я еще не пробую, я только разрезаю. Ну, в разрезе уже стимулирует. Ой. Вот это вот наша тёмга на гриле. И грибочки. Мы заказали грибочки еще. Ваша красота, ребята. Семья как шашлык. Вкусно. Вкусно? И не сухой. И сухой, да? Да, нормально. Ну что, ребят, начинаем теперь тестить шашлычок. Шашлык и нутиного филе. Польем все это дело соусом. И начинаем тестить. Шашлык, какой мягкий, такой сочный. Вот прям такой, какой он должен быть. Не знаю, теперь это, наверное, мое любимое заведение. Просто будет шучинским. Честно. Они великолепно готовят. Всем рекомендую. Я пробую тёмгу. Это просто песня. Это что? Просто песня. Песня? Да. Вот она, наша семга. Итого, за всё, что вы видели, у нас счёт вышел в 10 тысяч тиге. То есть по 5 тысяч на человека. Это нормально. Мы просто объелись. Мы вышли сейчас уже просто смешариками. Всё очень вкусно. Ребят, я рекомендую посетить заведение Астана-Нуры в Щучинске. Здесь действительно очень вкусно. Поэтому приезжайте и заходите сюда. Я думаю, вам здесь понравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...